Друзья, и снова всем привет! Ну вот и трудная дорога позади, и в этом видео мы наконец-то начали ловить рыбу. Честно говоря, на морозе начали мерзнуть батарейки, и рыба клевала настолько хорошо, что я так и не смог сходить до палатки, чтобы взять пауэрбанк и подключить камеры под постоянное питание. Но я так и сголодался по такой рыбалке, что мне просто было не до съемок видео, поэтому в этом видео много чего не попало в кадр. В этот день нам не помешал и тонкий лед, который постоянно трещал под ногами, но тем не менее, недалеко от берега появилась возможность ловить, и мы приступили к рыбалке. Так что, друзья, приятного просмотра и спасибо за просмотр! Мы, друзья, растопили печь, поставили на печку чайник, решили, короче, прилечь, потому что силы вот реально нету. А в пути мы провели 6 часов с копеечками, с бритон при всем, что мы проехали всего-навсего около 20 километров. То есть, сами понимаете, что какая была непростая дорога, поэтому реально сил нет просто. Ланя-ка, сейчас чуть передохнем, будем смотреть, может быть, все-таки с пешней выскочить, где-то же рядышком попробовать, поблеснить, что ли. Будем посмотреть. Ребят, достаточно мелко, стой, глубина где-то метр, даже подо льдом блесну вижу, как, ну, при подрывах. То есть, пожалуйста, на мелячке щучка соблазнилась. Такая достаточно зачетная, но не крупная, конечно же, но все равно приятно. Ребят, первенец. Вот такой вот, ребят. Красотуля. У него очень круто. Так что я обрыбился, друзья. И надо валить отсюда, ребят. Вода набирается, надо идти туда к ребятам, там потолще лед. Здесь вода на лед набирается, и рано или поздно провалишься. Так что, он не держит хорошо, нужно искать покрепче. Ребята, нифига тут, конь. Ну вот, ребят, такой вот, горбачина. А? Как вам? Красавец, да? Огонь рыба. Это монстр. Как даст, так даст. Такая поклевка. Жалко, камера была выключена в этот момент. Класс. Да, друзья, здесь все-таки опасно. Не знаю, вроде как стоишь, вроде сперва нормально. Чуть позже начинается, как из ванной начинается вода набираться в лунку. Соответственно, пойти к ребятам. Там лед чуть-чуть потолще все-таки. Вот, ребят, нашел место, чуть потолще лед. Так, я думаю, получше здесь будет. Сейчас пробил лунку и попробовал. Ну да, вроде так, значительно потолще. Так, моя любимая блёсенка. Оп, поклёв, о, блин, сошел. Леско перекручено. Царапает, царапает, ребят. Оп, есть. Блин, живцового размера, ничего не взял с собой. Ладно, жерлицами будем заниматься завтра. Сегодня уже не буду. Далековато до палатки за ведром идти. Хотя, возможно, не придется. Батарейка в камере слабоватая уже. Ну, ловится. Отлично. Отличное начало. Перволеди. Кайф. Ну да, здесь потолще лед. Там вообще прям конкретно так вода из лунки набиралась. Оп, и есть красота. Ну, опять некрупный. На той точке, где тонкий лед, там покрупнее стояли. Ну ладно, рисковать мы не будем. Такой, конечно, жерца пойдет. Ну ладно, не будем пока заморачиваться с жерлицами. Думаю, за ночь промерзнет хорошенько. И будет у нас в аккурат. Подальше будет выйти. Ветерок такой руки моментом начинает замерзать. Даже в перчатках. Оп, поклевка. О, уже посолидний размер. Ну, не шибко крупный. Вот такой вот. Жадина, отдай. Пустим, не сильно крупный. Оп, поклевина. Кайф, ребят. Вот это я, честно говоря, в таком восторге. Пускай идет. Будем брать только крупных на филешку. Есть. Красота. Ну, блин, надо пойти чуть-чуть попробовать. Чуть-чуть дальше, на несколько метров. Он, раненый, бедолага. Досталось ему от чучих, видимо, зубов. Да, ветерок, конечно, такой северный, пронизывающий. Руки мерзнут, будь здоров. Оп, есть. А, ребята, душу отвожу. Вот это бомба, конечно. Опускаем. Давай, давай, ныряй, ныряй. Все, пошел. Красота. Сейчас все надо будет пробить пару лунок. Поискать поздоровее что-нибудь покрупнее. Оп, поклевка. Мелочи, приятно. Только собирался пойти поглубже. Ну, сейчас пойду чуть-чуть буквально. Да нет, не то, что глубже, а метров. Может, 3-4 отсюда. В сторону, туда-сюда еще пару лунок продолблю, чтобы по лункам походить именно. Будем так пробовать, искать именно особей покрупнее. Ребят, сменил лунку. Чуть-чуть покрупнее, но пока незначительно сейчас. Давай, давай, ныряй. Ныряй, дружок. Нам пока ты не нужен. Все-таки, может, не полениться сходить с жерлицами. Все-таки нет, нет. Проклевываются Живцовые размеры. Это, конечно, был сейчас не Живцовый, но ни туда и ни сюда. Блин, третья щука сошла. Пока камеру потянулся, включать слабину дал. Мелочь какая-то, ребят. Только что щучка сошла. Пока за камеру потянулся, включать. Крупноват для Живца. Ни туда и ни сюда. Хотя в прошлом году я таких ставил от безвыходной ситуации. Причем на них зачастую клевала мелкая щука, которую часто просто сбивала. и все. Есть. До дна не успела коснуться. Я так и не пойму, что-то блесна дна не касается. Вот они. Полосатики. Причем фишка. Глазок у него и подсадил. Как и в том году эта тема работает. Пробовал сейчас без глаза достаточно. Некоторое время было похуже. Сейчас вот как только Гланов насадил, сразу понеслась. Вот он. Только успевай. Турбоклев. Ребят, реальная тема. Блинглаз. Рабочая тема. Удочекош выронил. Есть. Блин. Четенькая покровочка. Удочек неохота ронять в воду. Ну, поклевка по кайфу. Есть. Триндец. Мелковастый, мелковастый. Мелковастый, мелковастый. Сегодня укунь у нас. Ничего. Будет и крупнее. Сейчас, пущу тебя. Берем только трофеев. И ножа, ножа ореху, чтобы у нас было. О, е-мое, уже сидел. Только опустил. Есть. Сошел. Течение, что ли, какое-то присутствие. Есть. Блин, надо не лениться идти, по-моему, зажарится. Столько живцов уходит в никуда. Ведни ведра с собой, ничего нету. Они-то сейчас на льду быстро замерзнут. А мне иди минут 10, наверное, до палатки. О, блядь. О, блядь. Да, ребята, вообще, вот это я обалдел. Есть. Блин, надо идти за этим самым. Э, за жерлицами, ребята, живцы просто шикардосовские простреливают. Пошел я за жерлицами. И такие живцы простреливают. Сработка. Все. Есть. Есть, ребят. Только успевай. Я сошел. Блин, зараза был живцового размера. Я уже не поленился, сходил за жерлицами. Сейчас, думаю, начну. Если будет попадаться живцовый, буду брать, ставить уже, зарядить хоть. Андрюха, вон, поймал хорошую щуку. Там, наверное, ну, не знаю, так издалека. Вроде на пятеру похоже. И были еще у него сработки на жерлице. Всего-то он поставил там штуки две или три. Есть. Тоже не живец. Не туда, не что. Ну, так, хороший акушер. Такое не нужно. Вот он. Вот он, наверное, живцового размера. Отлично пойдет. Супер гуд. Так, срочно заряжаем жерлицу. Куда-нибудь сейчас. На какой-нибудь из готовых лунок. Так. Так, надо сейчас витки отрегулировать. Вот я лески чуть-чуть подубрал. Ну, что в том году было у меня по 20 метров намотано. Где-то и по 25. Вот так. Вот так. Ерис. Одно, два, три, четыре, пять. Вот теперь даже можно шесть цветочков сделать. Потому что много было лески. Не знал, какие глубины еду. Поэтому пришлось наматывать нормальные лески. Так, есть. Так. Эрис. Три, четыре, пять, шесть. Уже бедный подмерзать начал. Пока я тут жерлицы вожусь. Морозис такой с ветром. Хороший. Давид. Бедный уже подзадубил. Прошло-то всего времени ничего. Хоть в карман суй. Посмотрим. Сработает. Второй же вес клюнул, ребят. Ну, прям, ребят, понеслась. Живцы клюют. Ну, ура. Уже третий. Так, ладно, заряжаем еще одну. Оп. Блин, нифига себе. Не успела коснуться. Срезала, ребят, блин. Доигрался я без поводка. Е-мое. Ладно, такие блесны у меня еще есть. Быстренько вяжемся. Все-таки Слав срезала мою блесну. Срезала. Доигрался. Но. Так, ребят, снова та же жерлица сработала. А жерлица отскочила от лунки. А, чуть подождем. Живец не самый маленький. Пускай зажует. Шевеления какие-то есть. Мотает. Мотает. Что-то такое. Некрупное вроде бы совсем. Нифига себе. Сошла. Что же там за щука-то такая. Живца мне даже. Ну, чуть-чуть рано есть. Мелкая какая-то, ребят. Долбит мне. Как и в прошлом году тоже было. Ребят, это же жерлица опять сработала. Уже в третий раз. Аж подпрыгнула. Вмотает. Кажется, добрым утром. Всю леску вымотает. Ганатом прет. Всю леску почти. Ничего не на всю. Почти. Есть. 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 Ну, опять мелочь какая-то, ребят. Некрупная, по всей видимости. Какая-то некрупная, судя по сопротивлениям. О. Ну, такая. В зачете, ребят. Фу, красавица. А? Хорошо. Ребят, вот такая. Топ, нет. Заши двушка, ребят. Хорошая рыбина. Ну, видите, какая. В пасти живец. Такая двушечная. Так что, на жареху пойдет. Круть. А живца там нет больше, ребят. Что-то как-то. Никак не получается поймать. Только встал. Бас, поклевка. Три поклевки на эту жерлицу. Буквально за 10 минут. На одного и того же живца. Я только поймать успел первого живца. И опять это же жерлица. На которую щуку поймал. Вот одна токая работа. Хотя у меня всего стоят три. На четвертой пока нет живца. Покрутила сперва. И замолчала. Есть. Есть. Офига себе. Что-то посолиднее, по-моему. Или нет. Не пойму пока. Но сопротивляется. Более бойко такая. Офига она там. Ну, помельчатая такая. Полторушная где-то. У нас же блин. Поводок расстегнулся. Перекрутилась. Вот так вот. Могла бы и сойти вместе с крючком. Карабинчик. Ну, красота, ребят. Вот такая. Полторушная где-то. Щучка. Длинная такая. Ух. Боец. Бойко. Ее уже отпустят. Нам на сегодня рыба есть. А мешками нам рыба не нужна. Это многие комментировали в прошлом году. Почему столько отпускаешь, когда мы на последней рыбалке начали отпускать. Потому что нам столько ее не надо. Отсюда ее столько не увезешь. Самолет стоит дорого. Чартер есть и себе заказывай. Поэтому сразу отвечу на эти вопросы. Мы приехали за удовольствием. Шесть. Так, ладно, надо ловить живца. Что-то... 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 Коль стал похуже клевать. Уже смеркается. Может быть, поэтому... Следующая сработка. Через пару минут. Увца некогда ловить, честно говоря. Эх, где такое видано стоит-то всего три жерлица. И то две. Раз... Да, две жерлицы стоят, ребят. Здесь, конечно, ледок слабый. Папуля понерзать начала. В морозе задавит такой конкретный. Да, зараза. Леска подмерзла. Есть. Есть что-то. Ну, вот такие и мучают. Шнурки. Хорошо хоть сам отцепился. Видали, какая... Вот они и срабатывают одна за другой. А что бывает? И без поклевки. Вернее, не сбивает живца. Сейчас мы тебя отпустим. Ладно, иди на подросток. Зови там. Тут же есть твои прабабушки, прадедушки. Зови их. Жерлица заледеневает. Опа. Срога клюнула на блесну. Такая ничёшная. Что-то окунь стал хуже клевать уже с сумерки. Сороженок вечеру. И хорошо бы палатку промерзла бы хотя бы пару дней ещё. На лёд поставить, прикормить немного. И на удочку посидеть, сороженку-то половить. Это была бомба. Было перед этим как раз непонятные поклёвки. Как-то бамс по блесне. Блесну ту сторону оттащит. Возможно, это всё-таки сорога и была. Сейчас всё-таки засеклась. Оп, есть. Живец. Блин, сошёл. Жалко, живец был. Две жерлицы из четырёх стоят всего. Оп, есть. Оп, есть. Мелковастый, ну ладно, сейчас всё-таки заряжусь на живца хоть немножко. Да нет, пойдёт. Отлично. То мне как раз всё четвёртая жируется. Больше стоять не буду, потому что уже смеркается. Ну всё. Чуть-чуть лежит не состоит, этого достаточно. Андрюх, горит! А, у него один горит, второй горит. Да, ребят, лёд затягивается прямо на глазах. Мы приехали здесь, ну, под тем берегом, вода везде была. Сейчас смотрю, всё, она меньше, меньше, меньше. Всё лёд туда напирает, напирает. Морозец-то хороший, живца на лёд кидаешь. Моментально, вот буквально за минуту он уже промёрзший практически. Уже такой весь. Так что морозец такой, наверное, за десяточку давит, плюс ветерок. Так что завтра, я думаю, что хотя бы до половины водоёма можно будет уже ходить спокойно, без нервов. Ну, ребят, жерлица сработала. С лунки на лунку перешёл, бамс, выстрел. Ладно, надо идти смотреть, что там. Так. Мотает, мотает. Красота, ну, не будем торопиться. Он как крутит-то. Так, ладно. Мотает, мотает. Сейчас, не торопимся. Перчаточки уберём. Так. Нигде не закусывать леску, вроде нормально. Ладно, надо смотреть. Снизу такие ледышки. Есть. Есть. Ну, что-то такое, ничего такое. Соледняло. Блин, ни богорика, ни этих самых с собой нету. Не совсем я готов. Надо будет сходить в палатку. Всё необходим. Ух ты. Вот сошла, ребят. Такая, вон она, хорошая. Чуть-чуть не дотащил её. Ну, всё равно, ребят. Выплюнула уже. Крючок. Перед самой лункой. Блин, кайф. Вот это, ребят, рыбалка. Хух, живца только нету. В сумерках что-то не очень хочет клевать. Без ножа это как-то неправильно. Без охотничьего хорошего ножа. Вот такие ножи для ребят. И посмотрите, вот, кованым долом всё. Ножи острые. Ну, все ножи, все воблера, ребята, вы можете найти на портале клевая рыбалка.рф. Это сайт, который разработали, так скажем, мы. Кованные. Главное, банки не открывайте. Для банок есть открывашки. Если даже и открываете банки, то их открывайте правильно. А, про ручку скажи, что это за ручка? Ну, это... Карельская береза типа? Да, возможно. Кап. Кап. Самый, вот это вот самый подарок. Это самый крутой подарок. Который самый крутой, чтобы получить. Я радуюсь как пацан просто. Это надо вот на ремне уже можете носить с завтрашнего дня. Лунки делать. Это хорошо, что бомба, ребят. Лунки там, рыбу глушить, там разделывать рыбу. Сало резать. Ну, сейчас пока лёд тонкий можно лунки. Ну, как бы, конечно, лучше. У вас есть пешня, лучше пешнёй, конечно. Как он же луки лежит? Если бы на нас так не брыкались, как-то не брыкались, как-то не брыкались. А, да, да. Это как-то, видать, бьют, да? Ковка, ковка. Ну, этот молот, молот, ковка. Да, ребят, Слава нас задарил подарками просто. Просто, Тринни, спасибо ему огромное на этом. Не за что. Ну, если кому будет такой интересный нож, мало ли кому. Ножик вот показываю. Не знаю, сейчас темно. Не очень хорошо видно. Да. Потом я ещё про него расскажу, в любом случае, что я увижу. Я не особо специалист в ножевой какой-то отрасли. Ну, если кому-то понравилось, конечно же, можете посмотреть. Это у Славы на портале Клёвая рыбалка. Там, да, Клёвая рыбалка.рф. Поэтому, кому интересно, заходите, смотрите. Ну, это, конечно... Главное, чтобы нас в самолёте не завернулись. Ну, да, 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 да. Ну, по идее, не должны. А документов на них нет, да? Ну, всё, друзья, сегодняшний вечер подошёл к концу. Хоть и такая трудовая дорога была, но рыбалка, конечно же, бомба. Я не знаю, я в таком восторге, под таким впечатлением. Короче говоря, и щука, и оку. Я, короче, отвёл душу, много чего не попало в кадр. Честно говоря, немножко не рассчитал. Вторая камера у меня начала, ну, замерзать. Завтра что-нибудь придумаем, всё будет гораздо больше материала. Так что на этом сегодняшний день завершается. Ждите завтрашнего. В следующий раз, в который выйдет видео. Ну, и не забывайте, конечно, ставить лайк, подписываться на канал. И до новых встреч на водоёмах. Всем ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.